Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Методический Центр Народного Творчества КБР представили выставку объединения художников города прохладный «Ренессанс. Берег детства». Она посвящена самому красочному и веселому времени жизни детству. Художники постарались передать посредством своих работ самые светлые и теплые эмоции, чувства и воспоминания, связанные с детством. На выставке представлены работы «Маслом на холсте» и «Акварель». Открыла выставку директор Музея изобразительных искусств Елена Ремхин. Я всех приветствую в нашем музее. Сегодня мы открываем выставку, которая называется «Берег детства», подготовленную художниками объединения «Ренессанс. Город прохладный». Вы знаете, с этим объединением мы сотрудничаем уже не первый год. И всегда, конечно, их выставки — это праздник, это разнообразие стилей, жанров, это очень яркие выставки. И спасибо им огромное за это. Спасибо большое за предоставленное слово. Во-первых, хотел бы поприветствовать всех ребят, которые сегодня выставляются в этом зале. И всех гостей, которые пришли посмотреть на этот замечательный такой вот знаковый праздник, который проходит практически каждый год. Но, во всяком случае, ребята в прохладном выставляются стабильно, ежегодно, проводят удивительно активную работу. Я считаю, что это действительно образец творческого объединения, которое может стать, наверное, законодателем своего трудолюбия, своего поиска творческого среди всех творческих объединений. Я надеюсь, что многие возьмут с вас пример и тоже немножечко подтянутся на ваш уровень, постараются во всяком случае. Работы, представленные сегодня, многие, которые я вообще не видел. Авторы, наверное, известны уже очень многим посетителям этого музея и зрителям, которые еще придут. Работы этих авторов украшают интерьеры многих-многих помещений не только прохладного, но и города Нальчика, насколько я знаю. Хотелось бы отметить, что ребята работают в абсолютно разноплановых техниках. Удивительные всегда я обращаю внимание на акварели, очень интересные акварели. И хотелось бы сказать то, что автор этих замечательных акварелей будет выставляться в этом году с московской художницей в октябре месяце. И поэтому я думаю, что все, кто сегодня присутствует, должны, наверное, в октябре также поприсутствовать и на открытии этой выставки. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо вам огромное за то, что вы являетесь примером для других, как надо жить, как надо заниматься творчеством. Спасибо вам. Я с этими ребятами дружу и постоянно бываю на этих выставках, бываю у них в их галерее. Ежегодно у нас стала традиция, мы делаем эти выставки. Каждый раз у них какая-то тематика. Я помню, несколько лет назад была выставка «Очей очарования», которая осенняя такая выставка. В прошлом году была выставка «Музыка в живописи». Это сложнейшие темы такие. В этом году они выбрали такую тему детства, материнства. Вообще-то это детство и материнство связаны. Это библейская тема, Мадонны. Все возрожденческое искусство держится на этом. И вы, наверное, обратили внимание, вот здесь абсолютно профессионально сделаны работы. Действительно, объединение «Ренессанс» – это очень творческое объединение. Когда я там бываю, я просто удивляюсь, куда люди находят столько времени. У них есть и основная работа, которой они занимаются. Там великолепно читают стихи. Там великолепно есть барды, которые музыку играют. Есть дефиле. То есть, когда я их посещаю, когда я их приходю туда, я заряженный с какой-то творческой энергией, я сам возвращаюсь оттуда. И хочу поздравить всех ребят с выставкой, хочу поздравить всех посетителей и республику с такой замечательной выставкой. Мы все родом из детства. И все, что лучшее в нас есть, мы впитали в детстве. С молоком матери и с молоком родной земли, родного отечества, родного берега. Конечно же, я не могу не сказать о Татьяне Викторовне, не нашей. Вот эта маленькая хрупкая женщина, настолько она сильная и мощная, что она собрала всех самородков своей маленькой родины, прохладненского района. И вы знаете, она настолько своей любовью и своим трудолюбием заражает, работоспособностью, талантом заражает вокруг окружающих. Даже люди, которые никогда не рисовали, берут кисточку и рисуют. Я тоже мечтаю попасть к ней в ученицы. Настолько вот она это умеет. Она мощный организатор и человек, который любит. И касаясь сегодняшней выставки, хочу сказать, что выставка неимоверно сверкает как бы очарованием, нежностью, теплом. И столько души в них вложено, столько энергетики вложено, вот настолько с любовью они сделаны. Вот ты только переступила порог, и в первом зале уже тебя бьет. Это мощная по-хорошему энергия. Он заряжает тебя позитивом. Сегодня в Капардино-Балкарии праздник. Праздник души, праздник детства, праздник таланта, праздник ума и праздник в душе каждого из нас. Спасибо вам и низкий поклон, дорогие наши таланты и самородки. От вас из маленьких ручейков формируется настоящее мощное творчество, настоящее высокое изобразительное искусство, живопись. Дорогие друзья, я очень благодарна организаторам, нашим друзьям, вдохновителям, всем зрителям, которые сегодня с нами здесь в этот чудесный день. Это для нас очень ответственный и очень важный день открытия выставки. Для художников каждая выставка – это как для артиста большого, какой-то сольный концерт, понимаете, да, о чём я говорю? Вот как Марьяна заметила, работы абсолютно творческие. Здесь работы не коммерческие. Художники вложили душу, эмоции, чувства. Кто-то писал своих детей, внуков, своих близких, кто-то сам себя. Какие-то впечатления и воспоминания из детства. Я надеюсь, что работы затронули ваши сердца и там стало чуточку светлее. Спасибо. Спасибо огромное. Я ещё раз поздравляю всех нас с открытием выставки и приятного всем просмотра. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Симон»